Когда мы думаем о бездомных животных, наши сердца разбиваются. Их проблемы настолько велики, настолько огромны, что мы даже не можем представить, через что они проходят. Особенно тяжело приходится тем, кто слабее всех. Видя, если еды мало, начинаются драки. Старшие, большие и сильные собаки будут набрасываться на маленьких и слабых. Иногда даже поедают щенков. И это все для того, чтобы выжить. Бездомные собаки, живущие за счет ограниченных ресурсов и практически не взаимодействующие с людьми, считаются дикими. Они не хотят вредить другим, но они защищаются и с боем добывают еду, чтобы выжить. Маленький щенок был тяжело ранен. Покусан взрослой собачкой так, что малютка не могла даже опираться на передние лапки, они были сильно повреждены. Она, вероятно, помешала еде другой собаки, за что та покусала ее. К счастью, добрая женщина увидела, как щенулька изо всех сил ползет к ней на задних лапках и громко кричит от боли и немедленно позвонил местному ветеринару. Врач тут же пришел на помощь. Ветеринар сделал обезболивающую инъекцию малышу и тщательно осмотрел его. Малыш не мог держаться на передних лапках, так как они были сильно повреждены. Также были уже загноившиеся раны на груди и шеи щенка, которые доктор очистил и продезинфицировал, смазал мазью. Врач пытался заставить ее встать на передние лапки, но она не смогла. Это было душераздирающе. Но была надежда, что малышка поправится, так как серьезных повреждений, требующих проведения операции, не было. Затем сладкий щенок получил хорошую дозу обезболивающего, антибиотики для предотвращения инфекции и теплую бутылку смеси для щенков.